Научи меня молиться. Никогда не было так, чтобы я просил помощи у Бога в таких фундаментальных вещах, а Он не отвечал мне. Если вы скажете Ему, что хотите научиться молиться, то Он вам поможет. Бог сказал языке «Поскольку ты молился, Я принес тебе ответ». Я считаю, что это недооцененный ресурс. Это ресурс с невероятным потенциалом. В Евангелии от Луки 18 главе Иисус рассказал ученикам притчу о том, что им нужно всегда молиться. Он хотел научить их тому, что нужно всегда молиться и не сдаваться. Молитва и стойкость идут вместе. Если вы хотите стать молитвником, то вам нужно быть стойким. Иисус рассказал еще одну притчу, и многие из вас знают ее конец. Но, думаю, контекст добавит красок к тому стиху, который вы так хорошо знаете. Иисус говорит, а вряд ли у кого-либо из вас есть друг, который поступает следующим образом. Например, приходят к нему в полночь, товарищи просят, «Друг, одолжи мне три лепешки». Он не хочет одолжить, он хочет просто взять их. Ко мне с дороги заехал гость, и мне нечего ему предложить. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, не могу встать». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, это эквивалент по этому. А вы знаете, что если стоит по этому, то нужно искать, почему. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Иисус неоднократно дает нам разрешение быть напористыми в нашей молитвенной жизни, дерзость, чтобы просить о помощи. Кто бы мог подумать? «Но Бог говорит, поскольку ты молился». Езекия не просто молился. Он построил стену вокруг Иерусалима, вырыл туннель, чтобы провести воду в Иерусалим и защитить источник воды. Я был там. Он до этого дня называется туннелем Езекии. Люди копались с разных сторон и встретились на середине. Археологи нашли надпись на середине туннеля, подтверждающую, что две команды встретились там. До сих пор непонятно, как они это сделали. Это не прямой туннель, а серпантин. И Езекия проделал этот туннель. Итак, он молился, но также делал все, что было в его силах. Молитва — это не оправдание для лени. Мы привыкли молиться о глупостях, но я понял, что нет смысла молиться за экзамен, если я к нему не готовился. Тогда я прошу Бога не о помощи, а о чуде. А иногда мы путаем веру и молитву с обычной глупостью. Вы знаете, что если у вас пустой бак, то не нужно молиться о водительстве Святого Духа, а ехать на заправку. Если вы перестраиваетесь на трассе, то не нужно молиться о даре распознания, а нужно повернуть голову и посмотреть на дорогу. Молитва не означает исключение естественных инструментов. Но если вы добавите молитву к своим повседневным ситуациям, тогда вы будете иметь еще и Божию сверхъестественную помощь. Молитва — это недоиспользованный ресурс. Иисус учил нас быть постоянными в молитве. Но есть еще и разные способы молитвы. Не думайте о молитве как о чем-то... Ну, у меня, знаете, масса примеров, но не знаю, хватит ли на них времени. В Евангелии от Матфея, если мы посмотрим девятую главу, Иисус сел в лодку, чтобы поплыть в свой родной город. Какой это город? Назарет не находится на берегу озера. Когда он покинул Назарет, то он открыл штаб-квартиру своего служения где? Именно это место называют его родным городом. Многие не знали, что он из Назарета. Они думали, что он всю жизнь провел в Капернауме. Несколько человек принесли к нему парализованного. Тот лежал на циновке. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному, «Не бойся, сын мой, прощаются тебе грехи твои». Тогда некоторые из учителей закона подумали про себя. Он же кощунствует. Зная, о чем они думают, Иисус сказал, «Почему у вас в сердце такие злые мысли? Что легче сказать, прощаются тебе грехи?» Или «Встань и ходи». Два разных выражения молитвы. «Прощение и исцеление». Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и он обратился к парализованному. «Вставай, возьми свою циновку и иди домой». Человек встал и пошел домой. Видевшие это, исполнились благоговейного ужаса. И стали славить Бога, давшего людям такую власть. В результате молитвы Бог получает всю славу. Научитесь замечать, когда кто-то берет славу себе. Это молитва, не направленная Духом Божиим. Будьте с этим осторожны. Напоминаю, что Антихрист и лже-пророк будут очень религиозными людьми. Они будут делать сверхъестественные вещи. Это будут люди с чудесными проявлениями в качестве доказательства подлинности их веры. Но только это будут проявления не Святого Духа. Поэтому нам с вами нужно развить более тонкое чутье, чтобы распознавать Святой Дух и не Святой Дух. Чудо и сверхъестественное проявление не всегда означают, что это Святой Дух. И один из способов распознать, когда Бог вмешивается в нашу жизнь, то все это для прославления Иисуса, а не для нас самих. Мы можем одолжить фразу у Иоанна Крестителя. Я хочу становиться меньшим, чтобы он становился большим. Если все вращается только вокруг вас, то это опасная зона, потому что мы приближаемся к такому времени, когда нам нужно уметь различать такие вещи. Марка, первая глава. Тут показана совсем другая молитва. Они были в синагоге Капернаума. Кстати, она существует и по сей день. В синагоге находился человек, одержимый нечистым Духом, который вдруг закричал, «Что ты хочешь от нас, Иисус? Из Назарета. Ты пришел, чтобы погубить нас? Я знаю, кто ты. Ты Святой Божий». Любопытно, что нечистые Духи знали и понимали больше, чем другие участники истории, кроме, конечно, Иоанна Крестителя. Не стоит насмехаться над злом, потому что даже в зле есть определенная степень интеллекта. Мы не можем превзойти зло. Скажем, по уму или организации. Поэтому нам нужна помощь всемогущего Бога. Иисус не спорил. Он сказал, «Замолчи, выйди из него». Нечистый Дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. Люди в изумлении говорили друг другу, «Что это? Новое учение, да еще и с такой властью». Он даже нечистым Духом приказывает, и те подчиняются Ему. Есть много способов молиться. У многих из нас так мало знаний об этом, что нам это даже в голову не приходило. Если мы не знаем о чем-то, то не можем и распознать. Если вы никогда не играли в гольф, то не знаете, что есть много гольф-клубов. Для вас это просто гольф, мяч и палка. Нет, это называется бейсбол. И даже в бейсболе есть разные биты с разным предназначением. Так же и с молитвой. Я понимаю, что молитва — это и общее понятие, и конкретное. Иногда над терминологией следует поработать. У нас есть общие слова, которые не означают ничего конкретного. Если я скажу «фрукт», вы не знаете, что я имею в виду. Ананас или персик. Если я скажу «операция», то непонятно, речь об удалении бородавки или пересадке легкого, но это разная процедура. Если я скажу «инструмент», непонятно, я говорю о бульдозере или отвертке, и то и другое инструменты. Если я скажу «животное», вы не будете знать, это мышь или горилла, и ваша реакция будет зависеть от моего уточнения. Так же и молитва. Для нас это общее понятие, и нам нужно больше ясности и понимания. А если у нас будут знания, то это принесет огромную разницу. Мы так привыкли к этому слову, что даже не прилагали усилий, чтобы понять его. Как молиться эффективно? Как молиться в гармонии с другими людьми? Скажите, как молиться намеренно и не молиться эгоистично? Молитва — это не значит протолкнуть ваш список желаний. В этом нет ничего плохого. Но это не единственный способ молитвы. Это лишь начало. Поговорите с детьми. Они говорят лишь о том, чего хотят они. Они хотят есть, пить и играть. Ты не хочешь поиграть со мной? Это же так весело. Я не хочу этого. Я не буду. Я не лягу спать. Они умеют выражать свои желания. Но им нужна зрелость, чтобы понять, что в мире есть еще кто-то, кроме них. Так и мы начинаем молиться только о себе, о своих желаниях и желаниях наших близких. Опять же, в этом нет ничего плохого. Но так мы учимся. Но не стоит на этом останавливаться. Нам нужно научиться молиться вместе. Когда-то я брал уроки музыки. Меня не сделали сразу же частью оркестра или ансамбля. Но привели в комнату. Там были индивидуальные репетиции, чтобы я никому не причинял боль. Затем мне сказали, репетируй, практикуйся, и, возможно, однажды ты сможешь стать частью группы. И будешь играть в коллективе. Если мы научимся молиться, то сможем присоединиться к другим людям и молиться коллективно. Но нет большого смысла в том, чтобы собирать вместе тех, кто умеет молиться только о своих желаниях. Молитва — это общее понятие, но она может быть и конкретным понятием. Я предлагаю вам создать целое портфолио видов молитвы, как есть разные клюшки для гольфа и разные инструменты в наборе для инструментов или разные программы на вашем компьютере. Вы берете это общее понятие и далее используете более конкретно, в зависимости от нужды или ситуации, с которой вы столкнулись, в зависимости от информации, которая вам доступна, или результата, которые вы хотите увидеть. Я хочу, чтобы мы научились молиться. Я пастор Алан Джексон из Церкви Всемирный Евангелизм и Стеннесси. Я хочу предложить вам изучение Библии так, как вы еще никогда этого не делали. Мы предлагаем вам прочесть всю Библию. Все мы сотни раз читали Бытие, один, но мало кто доходил до Бытие, пятнадцать. Но в этот раз все будет иначе. Если бы я сейчас попросил вас найти историю о Мои или об Исае, то у многих из вас возникли бы трудности. Но все не так сложно. С целым набором пунктов, которые хронологически расположились в вашем разуме, вы сможете понять историю Библии. Давайте отправимся в это путешествие вместе. Мы возьмем все книги Библии и превратим их в историю, которую вы знаете. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алланом «Интерактивная Библия. Том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие. Наш подарок вам за поддержку служения Аллана Джексона. Закажите первый том «Интерактивной Библии» уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу. Молитвы за исцеление. Можете начать с себя. Практикуйтесь на себе. Возлагайте руки на себя. Я мазал себя елеем. Если вам плохо, то вы нарушаете все правила. Я нигде такого не видел, но помазал себя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но я считаю, что молитва за больных — это молитва распознания. Вам нужна помощь Святого Духа, чтобы знать, как разобраться с корнем проблемы. Это не просто дальний бросок в темноту. Иисус увидел женщину в синагоге. Мы читали об этом на неделе. Она 18 лет была связана нечистым духом. Ей нужна была свобода. И когда мы с вами молимся за больных, нам нужна помощь Бога. Иногда Бог по своей милости и благодати помогает нам, несмотря на нас. Но когда мы растем в Господе, то хорошо бы развивать умение распознавать. Просите Бога помочь вам. Я считаю, что духовные силы так же реальны, как биологические силы. Доктор ставит диагноз на основании того, с чем вы сталкивались и какое поведение у вас было. Он учитывает все симптомы, о которых вы рассказываете ему. И вам тоже нужен опыт и мудрость. Скажите, Господь, помоги мне, открой духовные двери и покажи, что делать. Поэтому молитва исцеления очень зависит от вас. Если молитесь за исцеление, молитесь о знании. Есть еще молитва покаяния. Покаяние несет в себе две идеи. Изменение мышления и направление. Когда мы произносим молитву покаяния, то призываем себя к изменению мышления. Сегодня утром мы читали историю о прелюбодеяке, когда Иисус сказал, «Я не осуждаю тебя, но не возвращайся ко греху». Это было приглашение к покаянию. Иди и живи иначе. Итак, если вы ведете кого-то в молитвы покаяния или молитесь сами, Господь, прости меня за то, как я думал. Я сам разрешил себе это из-за чьего-то отношения ко мне. Мы очень многое разрешаем себе. Я знаю, что мне не следует есть третий шарик мороженого, но это подарок, и я не хочу показаться неблагодарным. Будет грубостью с моей стороны, если я не съем весь килограмм, и нам не нужна помощь в принятии таких решений. Но в покаянии я говорю так, «Господь». Я прошу прощения за принятие этой мысли. Я впустил ее и принял. Я решил последовать за ней. Господь, прости меня за мое поведение. Я хочу думать иначе и вести себя иначе. Я буду делать все возможное, чтобы не сближаться с людьми или ситуациями, которые будут способствовать тем плохим мыслям или плохому поведению. Прости меня. В этом нет ничего сложного. Как помочь кому-то покаяться? Вы можете сказать, «Я думал неправильно и поступал неправильно». Я хочу думать и поступать по-новому. У вас получится? Не злитесь на людей. Помогите им покаяться. Научитесь этому сами. Нам нужно прощение, и нам нужно прощать. Прощение работает в две стороны. Молитва прощения. Прощение нужно принимать, и его нужно отдавать. В моем представлении, молитва прощения — это молитва о том, чтобы отпустить. Я отпускаю чувство вины и бремя моего греха. А когда я прощаю, то отпускаю другого человека и отпускаю идею о том, что мне что-то должны. Должны извинения, компенсацию. Пока он не будет вести себя иначе, я буду держать его. А прощение говорит, «Я тебя отпускаю». Это не означает, что я выстраиваюсь в очередь за новой порцией оскорблений или одобряю то, что вы сделали. Смысл прощения не в этом. Прощение говорит, «Я тебя отпускаю и больше не держу тебя». Я общался с людьми, которые десятилетиями жили в злости и непрощении. Они жили в этом так долго, что это буквально стало частью их личности. Если у вас болит нога, но вы с этим ничего не делаете в итоге, вы к этому приспосабливаетесь. А жизнь в обиде и ненависти принесет вам духовное расстройство. Даже если изначально вы были правы, в вашу жизнь вошло зло. Прощение — это выбор. Оно начинается с принятого решения, а не с эмоцией. Эмоции потянутся позже. Простить — значит отпустить. Вам нужно научиться отпускать людей. Это важный инструмент в вашем арсенале. Молитва благодарения — это важная часть вашей молитвенной жизни. Выражение благодарности защищает и ваш разум, а также ваше сердце. Очень сложно быть одновременно благодарным и ворчливым. А если вы ворчен, то включите благодарность, а мне не за что благодарить. В этом и загвоздка. Возможно, сейчас у вас трудный период в жизни, но я подозреваю, что вам есть за что благодарить в принципе. Благодарность Богу — это защита для вашего сердца и вашего разума. Станьте благодарным. Будьте благодарны за свою семью, за близких, за свое рабочее место, за своих коллег. Практикуйте это. Молитва об обеспечении. Иисус говорил, хлеб наш насущный дай нам сегодня. Когда я вижу, что Бог приглашает меня молиться о его обеспечении, то мне кажется, что такие молитвы основаны на вере и доверии. Иисус говорил, дай мне то, что понадобится мне в этот день. А я хочу обеспечения для всех моих дней. Мне нужны склады, чтобы наполнить их всеми этими вещами, а также охрана, чтобы охранять эти склады. А еще время от времени я хочу босиком пробежаться по всем своим запасам. Но Иисус говорил, хлеб наш насущный дай нам на сегодня. Бог сказал, что даст вам все необходимое для жизни и благочестия. Вам не нужно волноваться о том, что вы будете есть. Бог знает, что вам нужны все эти вещи. Но если вы поставите на первое место Его царство, то Он даст вам все эти вещи. А мы хотим сказать, Боже, я поставлю Твое царство на первое место, когда у меня все это будет. Мне кажется, что молитвы об обеспечении это изначально молитвы о ежедневном доверии Богу. Господь, Ты покрыл все мои нужды сегодня, и я верю, что Ты сделаешь это завтра. Оставлю вам это как пищу для размышления. Вы знаете, что в Библии день начинается с заходом солнца. Мы ложимся спать, а Бог начинает новый день. Когда встает солнце, мы присоединяемся к Богу в том дне, над которым Он усердно трудится уже несколько часов. Когда ложитесь спать, говорите, Господь, я доверяю Тебе, что ты позаботишься обо всем, что мне нужно, будет завтра. Время, мудрость, ресурсы. Иначе вы можете всю свою жизнь быть нейтрализованы, обездвижены и парализованы, эмоционально и интеллектуально, сбиты с толку всеми, а что если? Молитва благословения — это молитва приглашения. Вы должны стать экспертами в ней. Вы должны стать мировыми специалистами по благословению других людей. Это не что-то обычное, нет? Это не просто брошенная фраза. Это очень важно. Думаю, проще будет объяснить с негативной стороны. Из физики я знаю, что каждое действие имеет равное противодействие. Мне кажется, что все законы физики взяты из духовной сферы. Иногда, когда вы видите что-то с негативной стороны, это помогает понять и положительную сторону. Притча 26 глава. Как упорхнувший воробей, как улетевшая ласточка, так и незаслуженное проклятие уйдет в пустоту. Я верю, что проклятия так же реальны, как сцена. Писание говорит, что они не приходят случайно или коварно, у них всегда есть причина, чтобы прийти в чью-то жизнь и остаться там. Я думаю, что то же самое касается и благословения. Невыраженное благословение уйдет в пустоту. Если вы прокляли меня, то я хочу стать благословителем мирового класса. Вы все еще смотрите на меня скептически. Посмотрите на второзаконие 28 главу. Все эти благословения ты получишь, если будешь слушаться Господа Бога твоего. Мне кажется, что суть учения в том, что вам не нужно искать Божьих благословений, а нужно развить характер, на который направлены все эти благословения, и тогда они придут на вас. Вы не сможете убежать от этих благословений. Поэтому молитва благословения это скорее молитва о формировании характера. Это молитва о том, как вести нашу жизнь. Не тратьте время на поиск благословений. Потратьте время на то, чтобы стать человеком, которому не избежать благословений. Вложите все в свое развитие. Вот в чем смысл обучения. Вы начинаете стремиться к чему-то инвестировать в себя. Тогда вы сможете отреагировать на какие-то ситуации, так как не могли бы сделать этого раньше. Это как духовный эквивалент тренировок. Если вы 10-12 недель занимаетесь аэробикой, то в конце этого времени вы сможете делать то, что не могли делать вначале. Мы так странно относимся к Богу. Мы так странно относимся к Нему. Мы хотим, чтобы Он дал нам все богатства небес, как только мы попросим Его об этом. Портфолио молитв. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алланом «Интерактивная Библия. Том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие. Наш подарок вам за поддержку служения Аллана Джексона. Закажите первый том «Интерактивной Библии» уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алланом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алланом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok